Доброе всем утро, друзья! На связи Евгений Кудряшов. Включаю вам из города Синин, который находится в Китае. В такую рань со своей ночной работой я еще ни разу не вставал. Видно, как ученики идут в школы, дети их отводят, куча машин, все пикают. В общем, оказывается, жизнь кипит в это время. Я сегодня проснулся так рано, не просто так, для того, чтобы посмотреть, как здесь бывает по утрам. А потому что сегодня я еду в долгожданную поездку. Мои друзья дарят мне такую возможность, поездку на уникальное озеро Киша, на уникальное озеро Цинхай. Она находится недалеко от Синина, буквально 200 с чем-то километров. Дорога предстоит не самая короткая, поэтому нам необходимо выехать пораньше, для того, чтобы успеть до рабочего процесса вернуться. Ребята сказали, что там будет просто очень холодно. Я одел всю теплую одежду, которая у меня была с собой. Это куртка, это футболку, плюс косту, плюс две пары штанов. Да, это нормальная тема, кстати. Вот, одни штаны поверх других. Таким же образом я поступал в Аляске, когда приехал туда, у меня не было теплой одежды. Как все это будет обстоять, я обязательно вам покажу. Мне сказали, что идеальное время для посещения Цинхайского озера, это лето, когда все голубое, все красивое. Сейчас же дело близится к зиме, поэтому все должно быть серым, пасмурным, каким-то завявшим, но, тем не менее, меня это не пугает. И я, наверное, ребята настолько задолбался этой идеей, что они сказали, блин, ну ладно, мы тебя возьмем с тобой. Мы поедем туда. Не то, что возьмем, потому что никому китайцу, наверное, в голову не придется сейчас туда ехать. Тем и лучше. Поэтому я сейчас жду, когда меня подберут, и мы поедем. Мне категорически запретили брать с собой еду и воду, потому что они хотят угощать меня самостоятельно. Более того, ребята настолько стараются, что говорят даже, я говорю, давайте я заплачу за бензин, давайте или сбросимся, или что-то. Я говорю, нет, 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 мы делаем это для тебя, по дружбе. Все равно я взял с собой воду. У меня было несколько литров питьевой воды, захватил кое-каких снайков в магазина, который уже открылся. Думаю, за это они не обидятся. Я и моя молодая команда делаю что-то важное. Look at this, look at this girl. Это наши припасы. У нас много всего с собой. На случай, если по дороге опять проголодаемся. Ванчао, это что-то называемое? Чинг-дон-пу-ти. Чинг-дон-пу-ти. Пу-ти-ти. Пу-ти. Никто так не научит иностранному языку, как его нас видели, поэтому всю дорогу я расспрашиваю, ребят, а как сказать вот это, а как назвать вот это, о чем эта песня поется, а кто ее поет и все остальное. Я надеюсь, что они еще не устали, потому что дорога предстоит еще долгая. Это просто потрясающий день. Это местный туалет, в общем, где-то вот на дороге, заправочка, солнце слепит, просто вообще чувствуешь, чувствуешь себя почти как в Тибете. Но так, в принципе, и есть, потому что здесь рядом, это все тибетские хребты, горные. Погнали дальше. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот мы подъезжаем, вот и въезд Ценхайское озеро. Да здравствует оно. Сверху гласит надпись «Ценхай лейк». Ну, точнее, вы поняли. «Симон» 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 «Мне безумно нравится место, в котором мы находимся». «Ребята говорят, что самое дельное место для того, чтобы приезжать сюда, они в июле и август». «Поэтому самое время загадать желание готовить сюда через два года и отправиться вместе с ребятами еще раз». «Сейчас мы подъезжаем к одной из самых необычных ребят Китая, он называется Тао Тон Хе» «Да это хорошо». Окей, это река, если можно так перевести, река обратная, или река возврата, или река возвращения, или чего-то такого, потому что все реки отсюда идут с запада, я имею ввиду, все реки в Китае, или почему, с твоей земли, идут с запада на восток, и только эта река идет наоборот, в обратном направлении, с востока на запад, это примечательно, но, к сожалению, я не могу показать, потому что Ценхайское озеро, куда мы направляемся, оно немножечко сейчас будет склоняться, дорога наша, в левую сторону, кстати, я выучил, не знаю, это не фраза, predictive, в общем, когда, допустим, когда, допустим, вам что-то говорят, и вам не интересно, и вы не хотите поддержать этот разговор, надо сделать looked Да, типа, такая интересная история, мне так интересный этот высший Время времени на дороге встречаются вот такие посты, и каждый раз, когда машина проезжает, необходимо заплатить налог за дорогу. Для того, чтобы добраться сюда, мы проехали около, наверное, 200 километров, и ребята уже трое или три раза оплачивали этот налог. Один раз это было 27 юаней, сейчас там что-то 50 с чем-то. Это, в принципе, дорого. Это, скажем, не дешево путешествовать по Китаю на машине, но, скажем, это позволяет содержать дороги в хорошем состоянии, поэтому здесь нет ям таких, как есть в нашей традиционной стране. Интересно, что каждый из них дороги, который не видно из-за горы, перед тем, кто с него приезжаешь, необходимо посигнализировать транспортом, для того, чтобы, если кто-то тебе навстречу в тебя не врезаться. Это прописано у них в правилах. Мы остановились на одной из гор, или на дорогах. Ребята, просто сумасшедший вид. Просто хочется обнять эти необъятные горы. Вот оно, озеро Ценхаев. Второе, по величине соленое озеро в мире. Первое, это мертвое озеро в Израиле. Судя по всему, поправки мне, если я не прав. Площадь этого озера 4500 квадратных метров. Оно гигантское. Оно просто огромное. С другой стороны просто нет, с другого края. Субтитры создавал DimaTorzok Наш товарищ Дон-Дон убежал самый вперед. Это непорядок. Я тоже должен быть там. Попробуем. Попробуем. Народ, когда находишься в каком-то подобном месте, первое, что хочется сделать, это сделать вот так. Это была моя мечта. Это была моя мечта. Она сбылась. Похоже, что я порядочно шлепнулся, даже уши слегка заложила. Ребята, но она до Весуэлла. Здесь холодно, однако. Но вид все равно прекрасный. Дон-донANT Дон-дон-терес, я все целravelм. На дороге... Дон-дон-деь Вот, вы не сможете сделать это собой. Еще одна вещь, которую я буду делать, а не прыгать, так как это работает. Поехали вместе! Это длинный длинный длинный! Я так признателен моим ребятам за то, что они вывезли меня сюда. Просто неописимое впечатление. Красотища! Прекрасное место, очень здесь нравится. Надеюсь, что сейчас попробуем подобраться чуть поближе к войне. Хочется попробовать ее на вкус и, возможно, набрать с собой бутылочку. Вот мы подобрались вплотную к этому озеру. Наконец-то! Наконец-то пришло время для того, чтобы его пощупать. Теперь у меня есть дополнительный повод, мне бы не помешало немножко умыться. Ну что, время пробовать водичку. Холодная, скажем так. Но самое главное, я хочу попробовать ее на вкус. Как бы зачерпнуть. Как-то так. Что я вам скажу, не самая соленая вода, которую я пробовал. Может быть, это потому, что она рядом с берегом, но... Но пенится, как видите. Значит, все-таки соль эдакая в нее есть. Ой, здесь поглубже. Так. Это уже получше. Окей, я буду умываться. Хорошая водичка, бодрит, класс. Вот эта женщина, которая стоит сзади меня, хочет брать деньги за фотографию с этим камнем. Представляете, человек стоит здесь на ветру. Здесь, как бы, очень холодный ветер. Очень-очень, поверьте. И она стоит здесь целый день и предлагается фотографироваться с камнем. То же самое паренек, который вам показывал только что через окно с муглой. Он брал деньги с нас за проезд сюда. То есть, это такой аттракцион для туристов. То есть, приезжаешь сюда, хочешь проехать, плати деньги. Также на лошадке рассекает дедулия, который наверняка тоже предлагает сфотографироваться. Потому что ребята что-то говорили, нет-нет. Озеро Цинхай, спасибо тебе за твою гостеприимность. Так еще, задавними. Вот, пощупать нашел такого барашка и надеюсь, что он меня не подъем. Они пьют воду, пьют эту соленую воду. Разбегаются от меня барашки и вот стал ближе подъезжать на лошадке этот охранник. Поэтому не буду их беспокоить. Придется пощупать другого барана за волосы. Барашки, беги! Ха! Коттол? Да. Super wish. И как долго они должны делать это? Может быть... 300 километров? 300 километров? Нет, может быть, они будут вокруг этой реки. 500 километров. Я знаю. Я знаю. Сколько дней это может дать? Первая часть этого слова. Какие-то? Вторая часть, да? Так, смотрим. Чинисты знают, что нет каотансов, и язык 80 километров изменился. Просто из-за этого. Они делают это только для желания. Компания. Тебя, науги. Ты вау. Вау. Чёрка? Позже. Да. Как вам, кстати, музычка? Пожалуйста? Да, хорошо. Спасибо, ребята. Ребят, только что мы с вами стали свидетелями супермолитвы. при которой люди вот таким вот образом обходят гигантские расстояния, гигантские, вот как мне сказал Дон Дон, может быть это будет даже 300 километров, может быть вокруг этого озера, поэтому расстояние гигантское, можете представить, да сколько раз приходится это сделать, видно их вера настолько сильно раз они это делают, интересно, как вам музычка? Как он научился подпевать в этой песне, походу ребята тоже знают только эту хода, но это не только что, но и все. потому что это на монгольском, это монгольская песня и так классно, что она каждый раз ускоряется, ускоряется подстает, подстает, подстает Хочу внести несколько поправочек вот эти люди завершают молитвы и могут, то есть сейчас мне ребята рассказали они могут начинать их в каких-то там других городах и идти сюда и расстояние, которое они таким образом могут пройти может составлять две тысячи километров три тысячи километров то есть не триста, а две тысячи и три тысячи и многие из них так и умирают на дороге и они спят на дороге то есть вы можете себе представить, насколько самоотверженные эти люди невероятно невероятно вот это вот это вот это вот это белые бумажечки которые летят дело в том что на них написаны маленькие молитвы тибетские и у них очень много вещей в религии связано с ветром и вот допустим если ветер переносит эту молитву то значит это счастье это благословление распространяется это значит прекрасно я дорога настолько прямая не видно когда она заканчивается просто идет прямо и абсолютно straight road километров 15 метров прямая не собирается даже сворачивать не видно и конца за эти внимание разные горы одни песочные другие снежные и каменные в летнее время фестиваль фунма музыкальный проводится именно здесь я я я я и также как можно судить по надписи здесь находится стартовая точка для знаменитого тура точнее для знаменитого соревнования велосипедистов первые находятся в тур де франции или как-то так называется знаменитый по франции а второе на франции проводится здесь ребята представляю вашему вниманию тибетскую погоду погода тибет погода и здесь очень много очень много и слово такое забавное погода ót milk слышha это исключение глупо трюбэта Тибетский оо? Тибетский оо? Это как птица, но это не птица. Это бест? Как как-то волк? Нет, но это не птица. Он мог бы убить птица. Он защищает птица. Да. 20 минут. Серьезно? Вау! Это очень редко, как птица? Это очень тяжело. Это очень тяжело, но это очень тяжело. Но если... Это птица... Он живет в... В центре или в центре Чина. Они не живут. Они просто не живут здесь. Или они будут... Птица, как говорится? Они будут птицы? Может быть. Тибетский ооо. Тибетский ооо. Тибетский ооо. Тибетский ооо. Порода собак, которую мы только что видели, это тибетский мастиф. Ребята сказали мне, что подобные собаки могут стоить до 2-3 миллионов юаней. Представьте себе, такая стоимость за собаку. Это 6 и более миллионов гривен. Сдуреть. И они могут жить только в этом климате. Их нельзя вывозить, иначе у них будет выпадать шерсть. Иначе они не начинают болеть. Друзья, спасибо вам за внимание. Продолжайте дальше путешествовать со мной. С вами был Евгений Кудряшов. Обнимаю вас. Пока! А если у вас, кстати, есть какие-то комментарии или пожелания, то пишите их внизу там в комментариях, точнее под этим видео. Все. Увидимся в следующих роликах. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok